Всем привет, ребята! Простите, что я так долго не выпускала видео, потому что, конечно, с работой в офисе вообще заниматься ютубом стало гораздо сложнее. Я знаю, что многие из вас меня смотрят еще находясь в школе, в своих выпускных 10-11 классах, и поэтому я думаю, что это видео будет очень полезно для вас. Если вы его посмотрите до конца, то вы узнаете, в какую страну Европы можно поехать после 11 класса бесплатно, ну или почти бесплатно. Ну что ж, многие мечтают переехать жить в Европу, и чаще всего этот путь переезда начинается именно с обучения, будь то бакалавриат или магистратура, но все равно чаще всего люди приезжают сначала учиться, а потом уже остаются в стране, так же, как получилось и у меня. Что же вообще нужно сделать, чтобы поступить в университет Европы? На самом деле, все не так сложно, как вы думаете. Первое, это нужно выбрать специальность или, как это говорится на английском, программу. Например, я училась на программе International Business. У нас не было конкретной специальности, когда я выпускалась, но к концу обучения я уже выбираю курсы, которые ближе к моему направлению. Направления могут быть разные, например, логистика, финансы, маркетинг, менеджмент. Это я сейчас перечислила направление, которое относится к программе International Business. Конечно, у программ существует десятки, сотни разных, и все зависит только от вас, что выбирать, что вам нравится. Следующий пункт, это выбрать несколько университетов, в которых есть эта программа. Я думаю, что вы уже изначально знаете, в какую страну вы бы хотели поступить, и получается, вам просто нужно погугли. Самое главное, гуглить на английском, потому что так больше информации гораздо, чем на русском. Третий пункт, очень важный, нужно выяснить, соответствует ли ваш аттестат тому, какой получают его школьники, допустим, другой страны. То есть, в некоторых странах, например, как в Италии, вы не сможете туда поступить после 11 класса, потому что они требуют 12 лет школы, в России у нас все больше 11, поэтому вам нужно будет отучиться еще один год в своей родной стране, и только тогда вы сможете поступать в Италию. Но в каждой стране требования разные, поэтому вам нужно будет узнать, достаточно ли ваших 11 законченных классов для поступления в ваш университет мечты. Четвертый, тоже очень важный пункт, это нужно быть уверенным, что у вас хватает уровня языка. Чаще всего минимальный порог, чтобы учиться в европейском ВУЗе, это Б1. Будь то английский язык или язык той страны, в которую вы поступаете, чаще всего вот это минимум, который требуют все. Ну и последнее, самое важное, это сдать вступительные экзамены и сдать их хорошо. Чтобы их сдать, к ним нужно готовиться не то, что за несколько месяцев, лучше даже пораньше. Если честно, я к своим вступительным готовилась с 10 класса, а поступала я, сдавала их ближе к концу 11, то есть весной 11 класса. А сейчас перейдем к странам, где можно рассчитывать на бесплатное или почти бесплатное обучение в Европе. Например, Норвегия, Дания, Швеция, Польша, Чехия, Австрия, Германия, Финляндия, там где я сейчас, Бельгия, Греция, Испания. То есть на самом деле у вас реально очень много возможностей поступить в Европу, нужно просто знать как. И самое главное, это, конечно, наверное, финансовая часть для большинства. И не волнуйтесь, существует очень много стипендий, на которые вы сможете податься и которые покрывают 100% стоимости обучения. То есть да, вам придется заплатить, но вам вернут 100% заплаченные суммы, если вы будете более-менее нормально учиться. Сейчас, внимание, очень важный момент, который я хочу до вас донести. Все абсолютно должны это знать, кто собирается поступать в Европу или даже, наверное, в Америку. В принципе, требования более-менее одинаковые. Когда вы будете поддаваться на студенческую визу, самое главное, чтобы на вашем банковском счету была определенная сумма. То есть в каждой стране эта сумма разная. В Финляндии, например, это было 6720 евро. На русские деньги это около 500 тысяч рублей. Да, это немало, это очень много. Но хорошая новость в том, что они у вас не обязательно должны там лежать. То есть вы идете в банк, вы делаете выписку, когда у вас там эти деньги лежат. И дальше вы предоставляете эту выписку. Не обязательно уже, чтобы деньги там лежали и правда весь год. Потому что эта сумма рассчитана на то, что вы весь год сможете спокойно находиться в стране без чьей-либо финансовой помощи. Поэтому очень важно, когда вы подаетесь на визу, чтобы у вас были эти деньги без вот этой вот выписки из банка, без этой справки. Вам не дадут студенческую визу и вы не сможете поехать учиться. В каждой стране, повторюсь, эти суммы разные. И после того, как вы сделаете эту выписку, вы уже сами дальше решаете оставлять эти деньги и правда пользоваться ими в течение года. Либо же вы можете их снять и оставить какую-то там минимальную сумму на первый срок. Но очень важно, чтобы они были. Еще один важный момент по поводу подработки студентам. То есть, когда у вас студенческая виза, естественно, многие студенты хотят подрабатывать, чтобы не брать денег у родителей во время учебы. Либо чтобы просто их было побольше. Важный момент. Вы можете работать по студенческой визе, но количество часов очень ограничено. Можете работать только в какой-то стране 20 часов. В Финляндии, например, 25 часов. Это максимально. То есть, если вы работаете больше и если об этом узнают, самое худшее, что могут сделать, это забрать вашу визу и депортировать. Поэтому будьте очень аккуратными с подработками. Потому что я слышала истории, как студенты начинают работать просто день и ночь. Да, они зарабатывают хорошие деньги, но они не имеют права это делать по своей визе. То есть, вы можете работать как обычный человек, без всяких ограничений по своей рабочей визе, не по студенческой. Итак, переходим к самому интересному. В какие же страны можно поехать учиться после 11 класса? Либо очень дешево, либо бесплатно. Первое, это Германия. В Германию можно поступить после 11 класса в Studienkolleg. Это что-то вроде колледжа. И этот год он позволит нагнать программу 12 класса. Потому что в большинстве стран Европы в школе учатся 12 лет, а не 11, как у нас. После этой программы, после этого года, вы сдаёте экзамены, и вы уже можете поступить в университет. На самом деле, учёба в Германии довольно-таки недорогая. От 200 евро семестр. То есть, в какой-то университет вы сможете поступить, и нужно будет заплатить за семестр всего лишь 200-300 евро. В какой-то 500, в какой-то чуть побольше. Но самое главное, это то, что это доступно всем, даже русским. И на проживание, конечно же, тоже нужны деньги. Нужно будет складывать где-то 700-800 евро в месяц. Но это практически в любой европейской стране. Потому что само проживание, продукты, всё стоит дороже, чем в России. И самое важное для, наверное, всех, это что есть стипендия DAT, которая покрывает полностью ваше обучение. Но на неё нужно подаваться отдельно. Я прикреплю все ссылки к этому видео, ко всем стипендиям внизу. Так что вы потом сможете это почитать, и вам это 100% пригодится. Следующая страна — это Чехия. Чехия — это одно из самых популярных направлений у русских студентов, у студентов из страны СНГ. Прошу прощения, абитуриентов, не студентов. Потому что чешский язык, он очень похож на русский. Его несложно учить. В Чехии, в принципе, недорого. Цены очень похожи на цены в России. Обучение на чешском языке будет бесплатным по всей стране. Но если вы не знаете чешский, то вы сможете пройти языковой год, где вы будете целый год изучать язык. Это будет стоить 3500 евро. Но зато потом вы сможете учиться бесплатно и получить европейский диплом. Учёба на английском будет стоить от 1000 евро, что тоже на самом деле дёшево, потому что перевести 1000 евро, сейчас курс в 83, это 83 тысячи в год. Я думаю, что в университетах Санкт-Петербурга, Москвы цены гораздо выше. И ещё очень важный момент, что в Чехии, вот, например, студенческая виза не даёт каких-то ограничений по часам работы. То есть вы можете работать в Чехии сколько угодно, не 25 часов. В Финляндии это 25 часов. Следующее это Греция. Очень красивая страна и тоже одно из популярных направлений у абитуриентов из стран СНГ и России. В Грецию можно поступать после 11 класса. Бесплатное образование на греческом языке, в принципе, как и во всех странах Европы. То есть в какую страну вы приезжаете, на том языке будет бесплатное обучение. Можно начать обучение языкового года стоимость 750 евро, если вы не знаете греческий язык. Важный момент, что там нет вступительных экзаменов. Не нужно никакие справки с ЕГЭ, никакие баллы, никакие экзамены. Вы просто подаёте документы. И всего лишь посмотрят ваши оценки в аттестате. Ну, то есть я думаю, что это, наверное, один из лёгких способов поступления. И важный момент, это то, что недорогое проживание по сравнению с другими европейскими странами, потому что, в принципе, в Греции довольно дёшево. И, в принципе, как и везде в Европе, можно растягивать свой срок обучения, можно передавать экзамены. То есть не всё так строго, и вы, я думаю, будете там с удовольствием учиться в такой тёплой и красивой стране. Следующее, это моя любимая Италия. На самом деле, если быть честной, то я хотела поступать сначала в Италию, а не в Финляндию. Но когда я увидела, что они требуют 12 лет школы, это значило, что мне нужно будет ещё один год учиться в российском ВУЗе, я поняла, что не хочу и подумала, если и правда так должно быть, то я поступлю туда после Финляндии. Так вот, в Италии есть стипендия, которая позволяет получить скидку или вообще освободить полностью от оплаты обучения, и её дают на основании доходов семьи. Именно поэтому в Италии, на самом деле, очень много русских студентов, и вообще итальянцы очень любят русских. Я думаю, что поэтому такая политика, что они полностью покрывают обучение, ещё и дают 5000 евро на проживание вначале. Это очень большие суммы, и просто вы будете учиться бесплатно в Италии, в такой красивой стране. Поэтому очень много студентов из России и СНГ получают эту стипендию, это несложно сделать. Вы показываете справки своих родителей о доходах, и в принципе доходы в России не такие, как в Европе, поэтому для итальянцев по-любому доход вашей семьи будет ниже, чем в других европейских странах. По поводу подработки, можно работать только 20 часов в неделю, и там это очень строго проверяется, поэтому там нужно быть с этим аккуратным. Но после работы вы сможете остаться в Италии, у вас будет, по-моему, полгода или год на поиск работы, вам дадут визу, то есть вам дают очень много возможностей остаться в стране, остаться в Европе, поэтому всё, что вам нужно, это учить английский, самое главное. Это реально главный совет, учите английский, он поможет вам поступить в любую страну, куда вы хотите. Я, конечно, сейчас говорю как коуч какой-то, как этот ментор, но правда я в 10 классе захотела, вот просто загорелась этой мечтой поступить в Финляндию. И вот я с 10 класса начала стараться, я подучивалась в английский, готовилась к вступительным, и это всё было не зря, поэтому если вы сейчас, даже если вы хотите поступать на следующую осень, подача документов чаще всего начинается в январе, у кого-то даже раньше в Финляндии, начинается в начале января, поэтому вам нужно готовиться уже сейчас. Сейчас лучше всего пойти на курсы по английскому, хотя бы за 2-3 месяца вы его как-то подтянете, если вы будете интенсивно заниматься. И сейчас я вам покажу слайд со всеми стипендиями, которые я знаю, на которые можно подаваться в разные страны. В остальные страны, которые я перечислила, можно поступить на бакалавриат, на стипендию, просто нужно будет немножко больше погуглить, какие стипендии в вашей стране. Но вот, например, у меня в Финляндии не давал стипендии именно от университета, которая покрывала 100% стоимость обучения. То есть из-за того, что я хорошо проучилась эти 3 года, мне полностью вернули 100% суммы, и считаю, я проучилась бесплатно. Я только платила за проживание. Ну что ж, ребята, теперь вы знаете, куда можно поехать учиться в Европу в 2021 году. Главное помнить, что документы нужно подавать уже зимой, с декабря. Я думаю, открываются периоды подачи заявок. И самое главное — это учить английский. Готовьтесь сейчас, и у вас всё получится. Спасибо, что вы смотрели это видео. Я верю, что оно было для вас полезным. Пожалуйста, посмотрите ссылки, которые я прикреплю внизу этого видео, по поводу стипендий, стран, в которые можно поехать. Я желаю всем удачи. Тем, кто сейчас будет поступать, у вас всё получится. Пока!